Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис Кто есть кто в античном мире Дополняет данными из Википедии и интернета Сафонизба Сафонизба Ее настоящее имя Сафанбал А Сафонизба это его латинизированная форма Сафонизба была дочерью карфагенского полководца Газдрубалла И о ее трагической судьбе рассказывает Тетлили в 30-й книге своей истории Сафонизба была женой нумидийского царя Сифакса Войска которого потерпели поражение от армии Сцепиона африканского Исход битвы решила конница бывшего изгнания нумидийского царевича Массиниссы Привезя Сафонизбу в Рим пленницей Массиниса хотела жениться на ней Но Сцепион запретил брак И тогда Массиниса отравил ее Красавицу Сафонизбу изображали на своих полотах Римбрандт и Монтейни Они писали пьесы Корнель и некоторые другие менее значительные драматурги Из Википедии Тетлили так описал последние минуты жизни Сафонизм В смятении ушел он Массиниса А Сцепиона к себе Выпроводив свидетеля долго сидел, вздыхал и стынал Это слышали стоящие вокруг И наконец глубоким стенанием Крикнул верного раба, хранившего яд Цари всегда держали ряд при себе Ведь судьба-то превратна И велел ему отнести Сафонизбе Отравленный кубок и сказать Массиниса рад был исполнить первое обещание Которое дал ей как муж жене Но те, кто властен над ним Этого не позволят И он исполняет второе свое обещание Она не попадет живой в руки римлян Пусть сама примет решение Помню, что она дочь карфагенского вождя И была женой двух царей Слуга передал эти слова и яд Сафонизм Я с благодарностью, сказала она Приму этот свадебный подарок Если муж не смог дать жене ничего лучшего Но все же скажи ему Что легче было бы мне умирать Не выйдя я замуж на краю гибели Твердо произнесла она эти слова Взяла кубок и, не дрогнув, выпила Ну вот так вкратце о Сафонизбе Ее настоящее имя Сафанбал А Сафонизба – это его латинизированная форма Пока-пока, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok